Привет, это Технозон и сегодня у нас рубрика компьютерные твики. Я хочу вам задать один вопрос, какой буфер обмена вы используете? И очень многие хотят использовать расширенный буфер обмена на Windows 10 и почему-то начинают инсталлировать какие-то сторонние программы. Ребят, Windows 10 содержит встроенный расширенный буфер обмена. Это для тех, кто не знает. Тех, кто знает, ребят, молчим, ставим лайки, потому что очень много людей, которые нуждаются в такой вот помощи. Поэтому мы с вами сегодня рассмотрим, как нам сделать расширенный буфер обмена. Но перед тем, как перейти к самой Windows, я хочу вам напомнить, что на нашем канале на момент съемки этого видео разыгрывается вот такая вот NVIDIA GeForce 2060 RTX Gaming OC Edition. Обалденная графическая карта и все условия в описании под видео. А если там уже нет этой видеокарты, то поверьте, поверьте, там есть еще более интересные призы, подарки и условия на розыгрыш этих самых призов и подарков. А если вам интересна такая рубрика на нашем канале, да и чтобы не пропустить все наши обзоры, информационные видео, программ, сервисов, смарт-тв-боксов, гаджетов, девайсов, советую вам нажать подписаться и колокольчик. Ну и, конечно же, в описании под видео есть ссылочки на наши паблики Facebook, Viber, мой личный Instagram, канал Telegram и группа ВКонтакте. Ну а сейчас я вам говорю, хава-банга, ребята, это же Бубльгум, поехали! В общем, мы включили мой лэптоп, и я сейчас вам покажу, что же я имею в виду Windows 10 и буфер обмена. Откроем, например, какой-нибудь блокнот, да нет, даже два блокнота давайте открывать, и введем здесь, например, значение 1, текст 2, цифра 3. И вот вы, например, скопировали значение 1, вы его используете, вставляете, копируете, все хорошо. Потом вы используете текст 2, и вы его вставляете, копируете, и для того, чтобы вам теперь вставить резко значение 1, вам необходимо опять переходить, копировать это значение 1, через Ctrl-C, потом через Ctrl-V, и опять его вставлять. Все это очень сложно. Есть очень классные сторонние программы, которые позволяют ввести журнал буфера обмена и вставлять ранее сохраненные значения. Но дело в том, что в Windows 10 есть встроенная опция, как журнал буфера обмена, и многие об этом не знают. Мы сейчас с вами его включим, потестируем, и вы поймете, насколько это просто. Мы нажимаем с вами на опцию поиск. Вводим очистить данные буфера обмена. Когда я добил уже до чист, у меня появилось очистить данные буфера обмена. Нажимаем, и мы видим журнал буфера обмена. Это именно то, о чем я вам говорил. Написано, сохранить несколько элементов буфера обмена для использования в дальнейшем. Нажмите клавишу с логотипом Windows Plus V. То есть вы при обыкновенной вставке используете Ctrl Plus V, а в данном случае вы будете использовать Windows Plus V. Сейчас я вам все наглядно покажу, чтобы просмотреть журнал буфера обмена и вставить элемент из него. Нажимаем включить. И пока что свернем. Теперь мы с вами при копировании текста 2 и вставлении его просто через Ctrl V много раз, скопировав цифру 3, просто будем вставлять цифру 3, и после этого нам нужна будет цифра 2, мы просто нажимаем Windows и V, и появится у нас журнал буфера обмена. Мы можем с вами вставить текст 2. Пожалуйста, вот он вам журнал буфера обмена. Нажимаем опять Ctrl V, вставляем цифру 3. Вот такой вот у нас расширенный буфер обмена. Но это существенно расширяет ваш буфер обмена без запуска сторонних приложений, которые, кстати, заметно тормозят вашу систему. Также вы здесь можете закрепить одно из значений буфера обмена, и оно не будет никогда меняться. Например, цифру 3 мы удалили, текст 2 у нас закреплен. Мы закрываем опять это все, мы будем копировать значение 1, скопировали, вставляем его, значение 1, да, через Ctrl V, значение 1. Если мы сейчас нажмем Windows плюс V, у нас появится вот значение 1 и текст 2, он уже закреплен здесь у нас в буфере обмена. Пожалуйста, текст 2, это может быть какой-то адрес, например, либо какое-то значение, которое вы очень часто используете. Вот такой вот незатейливый способ мы предлагаем использовать в качестве расширения вашего буфера обмена. Там же вы можете очистить данные буфера обмена, просто нажав очистить. Также вы здесь можете синхронизировать ваш буфер обмена между устройствами. Для этого нужно иметь аккаунт Windows, он обязательно подтверждается здесь. Он просит ввести код, который они отправили мне на электронную почту. Я это сейчас и сделаю. Проверка системы безопасности, код безопасности. Нажимаем подтвердить. И все. И теперь у нас будет происходить автоматически синхронизировать текст, который я копирую. То есть, если у вас есть два компьютера, которые находятся под одной учетной записью Microsoft, то буфер обмена будет автоматически синхронизироваться между этими компьютерами. Например, это очень удобно для переноса текста очень быстро с одного компьютера на другой. У меня, например, есть лэптоп и есть монтажный компьютер. Если я здесь копирую текст, то я просто-напросто могу его вставить на другом компьютере. Обалденная опция. И эта опция действительно того стоит. Так что такой вот буфер обмена я себе оставляю обязательно. Если вам нужен более расширенный буфер обмена, то, конечно же, это не для вас. Этот метод подходит для тех, кто хочет переносить буфер обмена между компьютерами. Этот метод подходит для тех, кто хочет закрепить что-то в буфер обмена. И мнение команды Технозон, что это действенный метод для тех, кому не нужен. Мега-экстра-огроменный буфер обмена. Ну а если вам нравится то, что мы делаем? Ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят!